Когда труд удовольствие, жизнь хороша. Когда труд обязанность, жизнь рабство. В эфире 101 вопрос юристу в студии Евгения Наумова. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи – работа и зарплата. В гости нашей передачи Татьяна Николаевна Оржевская, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов 24, как всегда поможет нам разобраться в наших проблемах. Здравствуйте. Татьяна Николаевна, вот первое письмо нам пришло от Виктора из Ярославля. У меня 12-часовой рабочий день, но я работаю по 13 часов, так как работодатель говорит, что лишний час, который не оплачивается, я работаю за обед. Входит ли время обеда в рабочее время? Ответ очень простой. Время обеда не входит в рабочее время. То есть работодатель и его прав этот вопрос регламентируется Трудовым кодексом, статьей 108. То есть самое главное, чтобы работодатель не превышал рабочую неделю своих работников свыше 40 часов, иначе это уже будет считаться переработкой. Пишет нам Светлана из Байкальска. Я работаю воспитателем детского образовательного учреждения. Мой рабочий график не нормирован, но за неделю выходит 36 часов. Имею ли я право требовать нормированный график работы не более и не менее 7 часов 12 минут в день? И если да, то в связи с какой статьей Трудового кодекса или закона об образовании? Имею ли я право требовать нормированный график работы 7 часов в день? Данный вопрос регламентируется статьей 101 Трудового кодекса, где законодатель поясняет нам, что такое ненормированный рабочий день. Ненормированный рабочий день очень часто используется работодателями, но они имеют право привлекать работников к ненормированной работе в особо каких-то сложных случаях. То есть, возможно, какая-то авария там случилась. Очень часто это бывает в зимнее время. Там, допустим, порыв водопровода там или провода там бывает у нас. В зимнее время обледеневают и падают и так далее. Вот в таких случаях, как правило, работодатель привлекает. Но он не всегда это использует. Но использует. Самое главное, значит, в этом вопросе звучит о том, что у нее 36 часов, то есть она не перерабатывает и сверхурочных часов она не работает. По закону мы знаем, что сверхурочные часы это свыше 40 часов. Рабочая неделя. Пишет нам Оксана из Смоленска. Я мама ребенка двух лет. Муж работает график два дня день и два дня ночь. Отцепной и выходной. Я работала до декрета на предприятии и сейчас числюсь на нем. У меня вопрос. У нас тяжелое финансовое положение. Могу ли я на работе выбрать свободный график работы и выходить на нее тогда, когда муж или в ночь, или дома выходной? Имею ли я право на то, что сделать такой график себе работы, так как у меня маленький ребенок? В садик ребенка не берут. Да, я думаю, может. Почему? Потому что статья 93 Трудового кодекса говорит о том, что такие женщины имеют право уходить на неполный рабочий день. Именно кто? То есть те женщины, либо один из родителей, который имеет ребенка до 14 лет, либо женщина перед декретом, то есть она беременная. Значит, в таком случае это все оформляется, естественно, заявлением. Но и подается работодателю в двух экземплярах. Второй экземпляр обязательно регистрируется. Самое главное, значит, что я хочу заметить, неполное рабочее время, то есть оно будет оплачиваться по факту. То есть сколько вы отработали, за столько вы получили заработную плату. Пишет нам Ирина из Москвы. Могу ли я оформить облегченную рабочую неделю в связи с беременностью? Например, работать только три дня в неделю. Какие последствия это повлечет? Влияет ли укороченная неделя на уменьшение заработной платы? На момент ухода в декрет мой трудовой стаж будет составлять 8 месяцев. Могу ли я рассчитывать на ежемесячное пособие до полутора лет на ребенка? Или для этого нужно непременно отработать год? И какие выплаты мне положены по уходу в декрет? Сразу начну с ответа о неполном рабочем времени, которое регламентируется статьей 93 Трудового кодекса. То есть так как у нас женщина беременная, то она имеет право на неполную рабочую неделю. То есть мы пишем заявление на работодателя в двух экземплярах, подаем первый, на втором делаем отметку. Значит, сразу хочу заметить, что если она уходит на неполную рабочую неделю, значит, оплату за свой труд она получит именно только за то, что проработала. Далее вопрос звучал, что она получит, какие декретные и так далее. И может ли рассчитывать на пособие до полутора лет на ребенка? По законодательству, естественно, она имеет право получить декретные, это 70 дней. Это если беременность неосложненная, не многоплодная, просто бывает иногда мамы вынашивают по двое и по трое детей, тогда как бы дается 84 дня. И то же самое после родов, она получает декретные, 70 дней, и также оплату за эти дни, если роды были осложненные, по разным причинам, то тогда у нее декретные будут 84 дня составлять. И оплату она получит за 84 дня. Пришло нам письмо по электронной почте от Дмитрия из Москвы. Живу в Москве, под окнами Макдональдс. Работает режим МакАвто, круглосуточно, аспирирован с двух часов ночи до шести утра. Каждую ночь сигналят голодные автомобилисты. Можно ли изменить график работы МакАвто в соответствии с законом о тишине? Получил формальные отписки из управы и от Роспотребнадзора. Первые пишут, что у Макдональдса на окнах есть объявления о графике работы, но их ночью никто не читает. А вторые посоветовали обратиться в прокуратуру. Можно ли изменить график работы ночного МакАвто? Вопрос злободневный. Очень часто такой вопрос задают. И однозначного ответа здесь я не могу сказать. Единственное, что я могу посоветовать. Естественно, с этим бороться нужно, потому что никому не нравится, когда ночью сигналят автомобили, и, естественно, сон прерывается. Есть пожилые люди, которые сон прервется, но вообще больше не засыпают. Это все вопросы понятные. Значит, он обращался, писал... И в Роспотребнадзор. Да, но получал такие отписки. Конечно, это просто безобразие, что такие отписки. Вообще, как бы, я посоветую ему обратиться обязательно с подробнейшим заявлением в прокуратуру, в двух экземплярах. Один отдавать, а второй, значит, должны завизировать. И поставить там такие вопросы, чтобы произвели замер уровня тишины. То есть это уже экспертиза. Если этот вопрос поставить письменно перед прокуратурой, то они обязаны будут на это ответить. Еще раз хочу, значит, заметить, что именно чтобы замерили уровень тишины в определенные часы. То есть это определенная экспертиза. Если эти уровни будут превышать, то я думаю, что в любом случае прокуратура выпишет предписание этому Макдональдсу. И уже администрация Макдональдса будет за этим следить. Пишет нам Илья из Калуги. С июля на нашем заводе по приказу ввелась трехдневная рабочая неделя. На прошлой неделе начальник цеха сказал, чтобы я вышел в четверг и пятницу поработал с оплатой согласно штатного расписания. Имею ли я право отказаться выходить в эти дни? Ну вот смотрите, то есть если каким-то образом работодатель перевел на трехдневную рабочую неделю, и работники обычно об изменении своих условий труда, они извечаются за два месяца. Если об этом были извещения, если был издан приказ, он, естественно, действует. Сейчас работодатель меняет им график работы и просит нам, допустим, выйти. Что я могу сказать? Если издан приказ работодателя, и в приказе всегда пишутся основания каких-либо изменений. Если эти основания, допустим, связаны с какой-либо аварией, то есть связаны с жизнью, с какими-то катастрофами, ну, всякие непредвиденные обстоятельства, то я думаю, что отказываться ему не стоит, потому что это довольно-таки веские основания, на которые работодатель имеет право. Если это входит в систему, то есть были одни условия, а он предлагает уже работнику совершенно другие условия, то это должно быть оформлено, естественно, уведомлением за два месяца, и должно согласовываться уже с работником. И, естественно, когда получает работник новые условия труда, ему выдается должностная инструкция, где прописываются все его права и обязанности, и он как бы подписывается за ней под этой инструкцией, что он прочитал ее, что он ее знает, и ставится дата и так далее. И тогда он уже от этой инструкции никуда не отходит. И, естественно, тогда уже и работодатель не имеет права требовать чего-либо. Есть еще другая здесь подоплека этому вопросу, то есть если есть трудовой договор, либо контракт, который составлен письменно, и там прописаны определенные условия работы, но каким-то образом работодатель пытается менять эти условия работы, это все должно быть оформлено дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью этого трудового договора, либо контракта. И тогда это дополнительное соглашение, естественно, будет действовать. Но все это должно оформляться письменно, только так. Пишите нам по адресу 109-029, город Москва, улица Нижегородская, дом 32, строение 4, передача 101 вопрос юристу, или на электронный адрес, который вы видите на своих телеэкранах. Письмо нам пришло из города Тверь от Аллы. Подскажите, пожалуйста, моему ребенку 6 лет, в этом году он идет в школу. Есть ли такой закон, который освобождает мне субботу, я работаю в школе, ребенка не с кем оставлять дома? Конечно, она может воспользоваться своим правом, то есть неполная рабочая неделя, которая регламентируется статьей 93 Трудового кодекса. Кто имеет право воспользоваться неполной рабочей неделей? Это педагоги, далее беременные женщины, либо люди, которые ухаживают за больными членами своей семьи, либо в семьях есть какие-то инвалиды, то есть они имеют право воспользоваться неполным рабочим временем. Пишется заявление на работодателя в двух экземплярах. Один отдается первый, и второй регистрируется, чтобы у человека, который подает заявление, чтобы этот экземпляр сохранился. То есть накладывается виза на первом экземпляре, если ему разрешается. Естественно, издается приказ, что он находится на неполной рабочей неделе, и там все прописано, в какие дни он работает, либо укорачивается рабочий день на сколько-то часов, то есть это все прописывается в приказе. Он с этим приказом обязательно должен быть ознакомлен письменно. И самое главное, что неполная рабочая неделя всегда влечет и ту оплату, по факту я говорю, то есть сколько мы отработали, зато и получили заработную плату. Письмо пришло по электронной почте от Александра. Получил уведомление о переводе на другой график работы без предварительного предупреждения. За два месяца до вступления его в силу, в котором не указаны причины перевода. И при всем при этом в уведомлении указана неправильная дата основного трудового договора. Имеет ли этот документ юридическую силу? Если я обращусь в отдел кадров с указанием ошибки, то от какой даты они внесут исправление? От даты обращения или от даты неправильного уведомления? И продлится ли срок два месяца от новой даты уведомления, если я обращусь за один день до окончания этих двух месяцев? Вопрос понятен. Но, как правило, работодатель, значит, если уже уведомил всех работников за два месяца, то он это прописал в своем приказе. Он ставит вопрос о том, что он не был уведомлен? Нет. Не был уведомлен, да? Естественно, если он обратится письменно к работодателю и поставит вопрос о том, что ему меняют условия труда, и что он не был уведомлен письменно, то ему уведомление уже будет считаться, дата уведомления будет считаться с того момента, когда издадут новое уведомление для него, где он будет уведомлен, что ему меняются условия труда. То есть издается заново приказ, и только с той даты, с которой, с поправкой, то есть когда он заметил эту ошибку у работодателя, вот с той даты и пойдет срок. А подскажите, пожалуйста, вот задают очень часто вопросы, какой график работы у беременных женщин? Ну, я уже говорила, у беременных женщин они могут пользоваться неполной рабочей неделей. То есть они могут сами по своему усмотрению выбрать этот график, то есть пишут заявление, либо она хочет, допустим, на час меньше работать, может быть, она выберет какие-то определенные дни в неделю подряд, или там, то есть в любом случае она описывает всю эту ситуацию, как она хочет, как она ее видит, да, заявление, которое подается работодателю, которое обязательно регистрируется, чтобы это был уже не просто бумага, а чтобы это уже был документ. Работодатель рассматривает ее заявление и, естественно, издает приказ о том, что работница такая-то, так как она находится в интересном положении, но так он не пишет, что беременна и так далее, значит, она переводится на неполный рабочий день. Но хочу заметить, что всегда неполный рабочий день влечет и неполную оплату труда. То есть сколько мы проработали, за столько мы и получили заработную оплату. Письмо пришло из города Обнинска от Виктории. Имеет ли право директор поменять график работы и вменять обязанности без нашего согласия? Вопрос короткий, но ответ на него может быть более сложный. Смотрите, то есть если меняется график работы, во-первых, мы должны знать, что это за предприятие. То есть если это АОО, то у него есть обязательно какой-то учредительный договор. В этом учредительном договоре прописаны все правила внутренне трудового распорядка. То есть каждый работник должен быть уведомлен с правилами внутренне трудового распорядка и со своей должностной инструкцией. Мало того, что у каждого конкретного работника здесь о том не пишет, письменный ли у него договор или контракт, или это просто на определенный срок заключается по приказу. Поэтому если это письменный трудовой контракт, то нужно смотреть конкретно, что прописано в договоре, и какие были ранее его обязанности, и график работы, и какие, допустим, сейчас происходят изменения. В любом случае работодатель обязан его уведомить об этом за два месяца, что он ему меняет, и должно быть обязательно оформлено дополнительное соглашение к договору, если, я говорю о том, что если имеется письменный трудовой договор. Если нет письменного трудового договора, то в любом случае он должен быть уведомлен за два месяца, и с работником работодатель разговаривает, то есть оговаривает все условия работы. И обязательно все это делается под роспись. То есть если он ему меняет график работы, меняет ему какую-то должностную инструкцию, то он обязательно должен сделать это под роспись работника, если тот согласен. После этого издается приказ об изменении графика работы и изменении должностной инструкции. Вячеслав из Москвы спрашивает, может ли работодатель указать при заключении трудового договора время работы работнику так, что первые несколько недель до определенной даты работник работает пятидневку днем, то есть 40-часовая рабочая неделя, а потом и далее работает только в сменах, ну и описание смены. Это не противоречит Трудовому кодексу Российской Федерации? Если рабочая неделя не будет превышать 40 часов, то это противоречит не будет Трудовому кодексу. Если что-либо меняет работодатель, он, как я уже и говорила, он должен уведомить работника за два месяца, и тот должен какое-то принять решение. Либо он согласен с этими условиями труда, либо нет. Все это должно оформляться в форме документа. То есть, если есть трудовой контракт, составленный письменно, то это дополнительно соглашение к контракту. Если нет письменного, то в любом случае это оформляется приказом, где прописывается, какой график работы избрал работодатель по согласованию со своим работником. Письмо нам пришло из Братска от Нины Николаевны. В универсальном магазине с 9 часов утра до 21 часа вечера работают два продавца. По графику два дня через два. Перерыв на обед составляет один час. Является ли этот график работы переработкой? Здесь очень сложно ответить на этот вопрос. То есть, нужно здесь произвести какие-то расчеты. В прямом эфире я расчеты не могу производить. Я только могу посоветовать и сказать, что если за неделю трудовой график превышает 40 часов, то это и является уже нарушением. То есть, это уже сверхурочная работа, которая оплачивается уже в другом совершенно порядке. Если не превышает 40 часов и работники уведомлены письменно, об этом согласовались с администрацией, свой график работы, то нарушения здесь нет. Пишет нам из Нижнего Новгорода Дина Игоревна. Она спрашивает, скажите, пожалуйста, может ли работодатель заставить работать беременную женщину в ночные смены? Ответ нет. Это нарушение действующего законодательства, причем грубейшая статья 93 Трудового кодекса, где говорится о том, что беременная женщина может работать вообще не полный рабочий день. А уж тем более в ночное время никто не имеет права ее привлекать к таким работам. Пишет нам Полина из Саратова. Я работаю на станции скорой помощи по графику сутки трое. Имею двоих детей. Одному ребенку два года, а второму семь лет. Ребенок инвалид. Я не имею возможности брать подработки. Могу или я отказаться на законном основании от подработок, то есть по графику у меня в месяц семь или восемь дежурств, а мне между моими основными сутками ставят еще и подработки два-три раза в месяц. То есть, получается, сутки через сутки должна работать. Если не напишу заявление на полторы ставки, грозят перевести на работу по 12 часов. Правомерно ли изменение графика? Могу ли я не согласиться с данным графиком работы? Да, имеет и полное право. Почему? Потому что у нее двое детей, два года и шесть или семь лет. Семь лет и ребенок инвалид. Тем более ребенок инвалид. То есть она вообще, по идее, имеет право написать заявление работодателю, а не полную рабочую неделю. И прописать так, как ей это удобно. Поэтому все то, что работодатель пытается навязать, это противозаконно. Если она с этим не согласна, она обязана письменно к нему обратиться и сказать, что она не согласна, что она хочет работать неполную рабочую неделю, представить свой график. Они должны это все согласовать. И должен быть издан приказ такого плана, где они уже пришли к какому-то обоюдному решению. Работодатель хочет сделать в воскресенье рабочим днем с оплатой одной ставки с предоставлением выходного дня отгула в будний день без моего согласия. Имеет ли он на это право, пишет нам Максим из Всеволжска. Если работодатель меняет график работы, то он обязан это обязательно согласовать со своим работником. Вопрос не совсем ясен в плане того, что существовал ли там письменный договор. Если прописано в договоре, что он должен отдыхать в субботу и воскресенье, то это является существенными изменениями условиями труда. То есть он должен быть извещен за два месяца до этого. Если работодатель без его согласия работника меняет ему график работы, то это считается нарушением трудового законодательства. Если нет письменного договора, то в любом случае он обязан предупредить работника о том, что он ему меняет график работы. Это является существенным условием труда. За два месяца он должен предупредить и должен быть издан приказ. Только по согласию с работником что-либо может меняться. Либо иногда работодатель может менять в каких-то сложнейших ситуациях, критических, допустим, аварии, катастрофы, что-то там случилось непредвиденное. Тогда он может привлечь своей властью уже работника, но обязательно издать приказ. И приказы всегда оформляются так, что они обосновываются. Основание должно быть очень веским, если он меняет своим волевым решение. Спасибо вам большое, Татьяна Николаевна. Время нашей передачи подошло к концу. Напомню, что гостей нашей передачи была Татьяна Николаевна Оржевская, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов 24. Все-таки самая тяжелая работа – это ее отсутствие. Спасибо, что вы были с нами. До встречи в следующее воскресенье. Удачи!